Добрый день друзья! Август на винограднике. Созрели ранние сорта винограда, дозревают ранне-средние. Вот сейчас перед вами кишмиш-находка. Великолепный. Сорт, великолепная форма, селекции крайного. Грозди довольно крупные, до килограмма. И вкусный. Четвертый класс бессемянности. Попадаются рудименты. Благовест. Благовест еще недельку нужно повисеть. Вот он. Вкусный, с фрактовым ароматом. И зина набирает сахар. И так многие-многие-многие сорта. Этот год удачный для винограда. Но обильные дожди, которые прошли недели три назад, наделали немало вреда, конечно. Многие ягоды стали, на многих сортах ягоды стали лопаться, трескаться и загнивать. Какие же работы необходимо проводить в августе на винограднике? В связи вот с этими дождями, с гниением ягод, и возникают болезни. Мильдию, аидиум. На фоне вот этих растрескавшихся ягод, болезни очень и очень сильно, скажем так, пристают к винограду. И поэтому необходимо дальше проводить обработки. Чем проводить во время уже созревания ягод? Ну, я рекомендую биологические препараты, а также перекись водорода. Есть у меня такое видео, вот три или четыре видео назад, месяц назад я выложил видео о применении перекиси водорода. Мне люди сейчас пишут, которые попробовали этот метод и очень довольны. Перекись водорода прекрасно, великолепно справляется с мильдию, аидиумом, с гнилью, и не повреждая, соответственно, ягод. Ягоды можно принимать в пищу в тот же день, так как перекись разлагается на атомарный кислород и на чистую воду. Это первое, по болезням. Второе. Тут одна из основных задач в августе увеличить, ускорить созревание, увеличить сахаронакопление ягод и также улучшить вызревание лозы. Какие мероприятия для этого необходимо проводить? Ну, прежде всего, и скажем так, и для первого и для второго случая мероприятия практически одинаковые. Прежде всего, прекратить поливы ваших виноградников. Взрослые кусты в августе поливать больше не нужно, так как полив виноградников провоцирует его рост и замедляется вызревание лозы. А вам надо подготовить кусты к зиме. То есть прекращаем поливы. Раз. Начинаете обрабатывать по листу фосфорно-калийными удобрениями с преобладанием калия. Вот у меня есть, к примеру, вот такой вот в жидком состоянии удобрения ПК фирма Циавит. 150 грамм на ведро воды и по листу я опрыскаю. Также можно растворять в воде монофосфат калия, сернокислый калий, калимагнезу и прочие калийные удобрения. Это также увеличивает сахаронакопление и улучшает вызревание лозы. Если же у вас плохо вызревает лоза, даже после этих проведенных мероприятий, рекомендую удалить, снять ваш урожай на кустах. То есть не задерживать, чтобы он не висел очень долго, потому что созревшие грозди, которые висят на виноградном кусте, они задерживают вызревание лозы. То есть уберите урожай. Ну и если, опять же, плохо вызревает лоза, есть еще один способ. Вы можете снять побеги с куста, со шпалеры, уложить его на землю и укрыть агротканью, агроволокном, для того, чтобы увеличить количество тепла. И вызревание лозы улучшится. Также очень важным мероприятием является чеканка побегов на кустах. В конце августа, в середине августа, то есть тогда, когда рост кустов прекратился, необходимо проводить чеканку. Что такое чеканка? Чеканка – это удаление, скажем, 30-40 сантиметров побега, вот верхушки, с молодыми листьями. Эти листья очень много потребляют питательных веществ на свой рост и замедляют вызревание лозы. То есть, когда вы видите, что коронка, то есть вот эта вот самая верхушечка побега выпрямилась, это означает, то есть она не загнута, а выпрямилась, это означает, что рост куста прекратился. В этом случае можно производить чеканку, то есть удаляя 30-40 сантиметров верхушки побега с молодыми листьями. Вот так. Все. Теперь питательные вещества идут не на рост вот этих листьев, а на вызревание вашей лозы. Ну, соответственно, нужно удалить или обломать, оставляя два листа, пасынки, если они у вас еще есть. То есть чеканка – немаловажная работа. Чеканка. Лоза, опрыскивание фосфорно-калийными удобрениями, удаление, снятие урожая, то есть если он уже готов не задерживать его на кустах, чтобы вызревала лоза. Снятие побегов со шпалеры и укрытия их охотканью. И также прекращение, но это в случае, если у вас лоза вызревает очень плохо. И прекращение поливов. Что насчет поливов? Конечно, прекращать поливы нужно ранних сортов, ранне-средних сортов. Поздние сорта возможно еще один-два раза полить, обильно полить. Также не стоит прекращать поливы молодых саженцев, так как корневая система у них еще недостаточно развита, и поэтому очень быстро они могут пересохнуть. Поэтому при жаркой погоде необходимо молодые саженцы еще несколько раз полить. Что касается чеканки. Чеканка не производится на низкорослых кустах, то есть у которых сила роста небольшая. На молодых кустах можно не проводить чеканку, если вы видите, что лоза нормально вызревает. Также не проводят чеканку на заболевших кустах и кустах, которые побывали под градом, короче, поломаны, то есть которые чувствуют себя не вполне здоровыми. Ну, примерно вот такие мероприятия вам необходимо провести в августе месяце на кустах с озревающим виноградом. Успехов вам, друзья! И до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok